всем привет дорогие друзья сегодня у нас праздничный выпуск моих находок из секонда сразу скажу что много очень блесток и много очень сверкающих камней потому что предпраздничный выпуск и я хотела его сделать как можно наиболее таким сверкающим и радостным праздничным новогодним и давайте перейдем к рассмотрению моих украшений я прошу прощения за мой голос я немножко простужена и прошу прощения за странные наверное звуки которые вы услышите видимо во время моего видео потому что у нас за окном метет пурга настоящая пурга холодно ветер сумасшедший снег носится вот прямо такими клочьями в общем короче ветер такой что стучит в окно и все громыхает вообще сижу на втором этаже у меня такое ощущение что мне сейчас крышу снесется с моего дома ну это лирическое отступление мы живем в канаде здесь холодно и такая погода для нас бывает довольно часто все давайте перейдем к рассмотрению украшений ну что ж давайте начнем я надеюсь что не очень темно я включила весь возможный свет на улице просто вот темно хотя сейчас где-то час дня ну давайте начнем значит первое колье она современная я не думаю что она винтажная купила я его какое-то время назад доллара за 4-5 не помню но она безусловно новогодняя ну скажем так нарядная тут даже не может быть никаких сомнений очень красивого золотого тона звенья очень красивые стразы и обратная сторона сделана очень интересно вы знаете обычно такие колье сделаны крепления которые вместе друг друг другом собраны сцеплены но здесь вот такой вот вот такая вот проволока металлическая железная которая протянута через эти вот звенья и на нее на две проволоки собраны собраны вот это колье очень интересное крепление я никогда такого не встречала никаких нету опознавательных знаков во всяком случае я не нашла никаких маркировок но выглядит оно великолепно нарядно празднично и пытаюсь застегнуть ах ты боже мой так и безусловно имеет может привлечь к себе внимание хотя скорее всего что современная не винтажная но очень красиво следующий кулон у нас у меня еще сохранился ценник от него он 6 долларов мне стоил давайте отрежем и будем дальше смотреть вы знаете он привлек мое внимание очень красивыми стразами необыкновенной красоты переливаются сверкают цепочка довольно простенькая и цепочка судя по всему оригинальная потому что видите она приделана вот к этому звену если бы это был просто кулон на такой как бы подвеска на цепочке то можно было предположить что цепочка может быть от какой-то другой какого-то другого изделия но здесь видите они вместе скреплены и я думаю что это винтаж потому что посмотрите как она сделана с обратной стороны все собрано на клепке что говорит о его винтажном возрасте как правило вещи вот такого вот фасона собранные на клепках это вещи не современные а вещи таки постарше и вот такой вот он красивый и необыкновенно красивые стразы вполне сойдет за праздничное рождественское новогоднее украшение безусловно очень красивая простенькая простая цепочка она не очень длинная как раз под шейку так чуть чуть ниже как раз в декольте платье будет очень красиво обычная цепочка обычная застежка никаких маркировок ничего но цепочка тоже кстати не очень обычная вы видите она вот такого плетения красивого интересного так что такое знаете небольшое колье большое такое вот как предыдущая была громоздкая крупное украшение а не мелкая такой меленькая вот такая вот приятная новогодняя снежинка сказать очень милая очень симпатичная главное старенькая что делает его конечно более ценным так пара клипс очень интересные красивые клипсы очень красиво смотрятся на ухе и конечно же вполне подойдут под категорию праздничных рождественских новогодних украшений потому что потому что потому что ну конечно же рождественские конечно же новогодние посмотрите какие красивые стразы как они блестят переливаются вообще вот этот дизайн как будто бы цепи и вокруг вот посаженные камушки бриллиантики в кавычках я сейчас скажу они выглядят очень красиво очень необычно и очень торжественно я вам конечно же их примерю как всегда как все что я показываю я всегда все все примеряю и вы посмотрите как красиво они выглядят на ухе маркировок никаких у них нету за возраст ну я думаю что они не современные потому что вот благодаря вот этой вот пайки хотя бог его знает знаете трудно сказать сейчас тоже такие так делают сохранность великолепная просто потому что сейчас очень редко вы можете купить клипсы как правило все компании делают серьги поэтому я думаю что они винтажные и очень красивые стразы красивые кристаллы прекрасные великолепные скромные но в то же время нарядные и очень элегантные еще одни клипсы здесь есть маркировка сейчас я вам все 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 расскажу покажу они небольшие довольно маленькие но посмотрите какие тоже все усыпаны усыпаны стразами конечно же их можно надеть на на праздник на рождество на новый год я считаю что они очень нарядные очень интересная форма такой знаете как лента перекрученная лента золотая и вся усыпана вот такими маленькими маленькими стразиками маркировка на них есть они маркированы давайте посмотрим поближе маркировка m&s по моему us&m м&s я держу вверх ногами я поискала эту компанию ее продают в наших универмагах канадских не очень дорогая это не очень дорогая компания не очень дорогие изделия сделано очень качественно придраться не к чему и здесь еще эти подушечки сохранились судя по подушечкам клипсы имеют определенный возраст я бы не сказала что они новые уж такие муны я бы сказала что они довольно возрастные очень красивые очень интересные и безусловно нарядные вот такие серьги нашла я тоже в нашем секунде тоже не знаю насчет возраста думаю что они более или менее современные мы сегодня будет не только сегодня вот у нас винтажные изделия не уходите они безумно красивые я не знаю что это за камни но блестят и переливаются они так что я просто когда их увидела не могла оторвать глаза заплатила за них 2.99 у меня где-то была от них этикетка ой нет 3.99 простите 4 доллара но я не смогла их оставить потому что красоты вот этой вот камней я просто они так блестят как будто бы это какие-то бриллианты или сваровские или что я не знаю но необыкновенные красивые блестящие блестящие камушки ну конечно это не бриллианты потому что видите вот это вот затычка пластиковая дешевая хотя ее могли поменять но тем не менее сзади вот они выглядят вот таким вот образом то есть они в принципе все вот эти вот камушки они все сквозные и может быть за счет этого они так блестят не могу идентифицировать ни возраст ни производителя но красоты они конечно чудесны просто чудесно красоты я их надену и вы посмотрите как красиво они выглядят в ухе и как праздничные и нарядные конечно следующее изделие это изделие компании j crew здесь есть маркировка все кто интересуется американской бижутерией все конечно знают эту компанию с купила видите за 6 долларов но это было какое-то время назад я думаю что сейчас бы это оживили бы стоило доллар 8 потому что у нас сильно поднялись цены в том числе я купила ну может быть в общем какое-то время назад просто как-то не вышло мне его показать а сейчас уже под празднички я решила его показать тем более что она довольно нарядная очень красивая безусловно красивая цепь с пусами вот такая вот цепь вот такой вот замочек очень характерно для компании джей крю джей крю делает вот такие вот вот такие вот замки не только джей крю но вот джей крю именно известно вот своими вот такими замками чтобы я сделала конечно я бы отрезала эти банты здесь как бы цель такая из стразов и вот привязаны вот такие вот черные из ткани бантики я не могу сказать что мне это честно говоря нравится тем более что выглядит они как-то поношено заношено само-то само-то украшение абсолютно в прекрасном состоянии вот эти вот тканевые вставки они совершенно как-то и к месту и не в тему главное что их можно спокойно запросто совершенно отрезать и убрать мне кажется что оно будет выглядеть тогда более каким-то таким благородным хотя может я ошибаюсь девочки знаете я вообще не люблю я вообще не люблю в украшениях какие-то вставки из ткани вот очень долгое время было модно какие-то бусы например которые были нанизаны на ленту и лента завязывалась бантиком в общем мне не нравится все украшения в которых присутствуют какие-то элементы из ткани потому что они как-то мне кажется ну ткань не живет долго она очень быстро приходит негодность то время как само украшение еще вполне абсолютно прекрасном состоянии вот эти бантики уже такие пожухлые я бы сказала пожилые такие вот поэтому я думаю их убрать и отрезать но на самом деле само украшение сделано очень красиво немножко такой стиль арт-деко в общем-то она тоже современная скорее всего хотя компания j crew существует с 85 года так что возможно что она и как бы чуть-чуть винтажное если она была сделана в 80 каком-то году то в принципе его можно отнести к винтажу сделано она великолепно сохранилась великолепно вот такой вот металл и очень красивые безумно красивые стразы багетные кристаллы круглые кристаллы побольше поменьше ромбовидные в общем очень красивое ожерелье которое в принципе вполне сойдет на на торжественную какое-то мероприятие еще одно украшение тоже трудно мне сказать про его возраст затрудняюсь я сказать про его возраст вот за него я заплатила 8 долларов потому что куплено оно было сравнительно недавно и уже как бы цены у нас поднялись вот на пару на 2-3 доллара у нас все стало дороже не нашла никакой маркировки хотя мне это странно она настолько качественная и настолько красивая и настолько хорошо сделано настолько какой-то такой знаете она очень тяжелая мне очень тяжелый весомая такой знаете очень хорошо сделаны все звенья очень красивые голубые кристаллы все прямо все как один все на месте все все на месте и вот такая вот у него застежка маркировок нету никаких не видно нет никаких маркировок нету хотя еще раз повторюсь это странно потому что если бы вы имели возможность подержать его в руках почувствовать украшение то вы бы поняли что оно необыкновенно сделано качественно и очень производит впечатление чего-то очень дорогого и такого знаете непростой вещи в принципе вещи вот на камеру это трудно объяснить и трудно показать но когда вы берете вещь в руки вы всегда можете сказать эта вещь дорогая вещь дешевая ну не всегда может быть но примерно процентов на 80 вы можете определить какая какая-то вещь какого качества конечно сейчас и китай современный научились делать очень хорошие качественные вещи но они тоже не дешевые кстати если вы пойдете на тот же алиэкспресс вы посмотрите там цены то вы увидите что там есть украшения довольно дорогие и они в принципе почему потому что они очень качественные а те конечно которые по два-три доллара они в принципе ну я один раз заказала украшение с алиэкспресс оно пришло и это было совершенно знаете ну вот фитюлька что называется ну может надо мне попробовать еще я вот хотела заказать сделать видео посмотреть как бы распаковку с алиэкспресс посмотреть действительно что что они продают и что они предлагают конечно же закупить за свои деньги алиэкспресс со мной не сотрудничает пока что но во всяком случае мне просто было интересно действительно я знаю что люди говорят что есть очень хорошие вещи совсем неплохие качеством совсем неплохие ну вот это ожерелье но конечно производит впечатление очень дорогой красивой качественной хорошие вещи так перейдем к брошкам у меня эти броши и два последних колье абсолютно винтажные необыкновенные чудесные ну брошка конечно нарядная в принципе я могла бы показать своем обычных показах но я показываю сегодня потому что сегодня у нас нарядные праздничные украшения на вечеринке на партии на новый год на рождество это конечно такая рождественская брошь потому что она сделана из белых кристаллов очень красивых как бы такой знаете все белые ледяные броши они обычно как бы считаются что их можно носить на рождество хотя конечно не только не можно носить на любое на любое торжество она очень торжественная очень нарядная очень красивая маркировок нет кристаллы закрытые немножко смущает меня и и замок как-то он не выглядит уж очень винтажным хотя сама брошечка выглядит винтажным если вы слышите скрежет то это соседи чистят свою территорию вокруг своих домов лопатами поэтому такой звук возюкают лопатой по асфальту ну вот такая брошь без подобной красоты без подобные камни бесподобные необыкновенно красивые стразы носить ее можно по-любому так вот так вот всяк хоть и так видите замок расположен так что хотя наверное скорее всего все таки вот так потому что замочек видите немножко вот ближе к этой стороне если приколоть ее другой статок вот так наверное она будет немножко заваливаться так что я думаю что скорее всего так вот таким вот образом предполагается ее носить и такая вот красавица и так хочу предложить вашему вниманию еще одну брошь безусловно тоже очень нарядная вещь думаю что она винтажная думаю что это где-то может быть австрийская чешская немецкая вот что-то такое длинная иголка очень тугой замочек вот такой вот формы очень красивая брошь просто необыкновенно красивая брошь необыкновенно красивые кристаллы есть кристаллы видите багетные есть такие маленькие кристаллики вот два вот этих вот двигающихся как бы две ленточки на этом бантике ну конечно же она нарядные конечно же она рождественская тут уж невозможно даже ни к чему докопаться я считаю что она просто красавица необыкновенной красоты брошь на красивом бархатном черном платье это будет выглядеть просто великолепно посмотрите как сверкают кристаллы прям бриллиантовые бриллианты очень красивая брошь необыкновенная ну и давайте я вам покажу два последних колье которые абсолютно великолепные и заслуживают конечно же нашего внимания их оставил напоследок на закуску вот тоже отдала 8 целых 8 долларов за него и но я хочу сказать что она стоила каждую каждый доллар посмотрите какая необыкновенная красота я никогда в жизни не видела кристаллов не драгоценных камней а кристаллов которые бы вот так вот сверкали это же просто что-то невообразимое колье конечно винтажное посмотрите на его обратную сторону немножко потертая но это как бы говорит о его возрасте замочек вот такой вот сложный к сожалению утеряна видите здесь есть крепление для страховочной цепи цепочки и она утеряна боже мой у нас такой ветер мне кажется что сейчас я улечу как или и и сказки про волшебник изумрудного города что наш дом поднимется и унесет и унесет куда-то вместе со всеми моими прекрасными стразами и украшения застежка вот такая вот тоже конечно же винтажная глухо вижу девочки поэтому я хотя и в очках вот так она застегивается все работает все прекрасно красоты необыкновенной просто я пытаюсь вам положить чтобы вам было видно посмотрите какая красота вы когда-нибудь видели что-то подобное я нет честное слово таких камней такого блеска маркировок нет но это очень мне странно видите видно что она винтажная по немножко заношенная обратная сторона но здесь с этой стороны нету ни малейшего повреждения и они блестят как будто бы сделаны были вчера я не знаю что это может быть компания но безусловно это какая-то очень хорошая компания потому что кристаллы такой красоты могли быть сделаны только какой-то очень дорогой очень хорошей компанией такая невероятная красотища даже когда она лежит просто лежит она просто сверкает и переливается не знаю почему говорю она потому что это колье она она цепочка она она я прямо не могу перестать вам показывать прямо хочется вам показывать еще и еще настолько красиво но тем не менее мы должны перейти к следующему колье которое не менее прекрасно которое было куплено мною за 4 доллара на удивление его дешево оценили видимо не понявший что это такое к счастью еще встречаются в секундах люди которые не совсем не разбираются не обращать внимание на маркировки и не очень как бы разбираются и не очень понимают что к чему потому что есть очень много таких современных дешевеньких колье которые продаются за копейки поэтому я думаю что его так и оценили если честно я сначала взяла его в руки и подумала что не знаю я не знаю очень много и современных подобных колье и меня как-то немножко это смутило но во первых во первых я увидела застежку видите она сделана так здесь есть маркировка по-моему нет маркировка из на задней стороне колье я вам потом покажу она сделана вот с удлинительными вот этими элементами то есть вы можете застегнуть ее нет я ошиблась я что-то не срубила и думала что как бы у меня что-то не срослось я подумала что можно замочек застегнуть в одну из этих звеньев таким образом делать ее короче длиннее только когда я расстегнула я поняла что замочек то находится на конце вот этой самой цепочки которая состоит из звеньев то есть вы можете застегнуть замочек только за эту часть но я так понимаю что видимо вы можете убрать не знаю я не очень понимаю девочки слушайте мне нужен ваш ваш совет как вы думаете что вот это все означает зачем они сделали вот такие вот дополнительные звенья которые в принципе имели бы смысл я бы если бы замочек был на этой стороне и тогда можно было бы его застегнуть в любой из этих колец таким образом меняя длину длину колье а так чем смысл чем смысл я не знаю вот она висит вот здесь то есть если бы замок был с этой стороны то тогда было бы понятно поскольку он пределом в общем очень странно но странно и непонятно так давайте посмотрим поближе маркировку маркировка гласит джей флекс стерлинг и я я стала искать по названию когда я увидела цены на некоторые вещи которые продаются в интернете этой компании я немножко офигела если честно простите за мой французский сумасшедшие цены за вот такое вот маленькое ожерелье в коробочке или за наборы ожерелье эклипс или серёг написано что это серебро вот в описании к тем изделиям которые я видела в продаже написано что это серебро ну и название компании джей флекс стерлинг означает что это серебро стерлинг это означает серебро но это не значит что это изделие из серебра это название компании такое нигде нету пробы то есть стерлинг это не то что возможно имеется ввиду что стерлинг это серебро или стерлинг это часть названия вот компании я не очень это поняла в описании к изделиям которые я находила этой компании написано что это серебряные изделия и находила я их за разные цены вот посмотрите я видела их там за сумасшедшим прикрепила фотографию и сначала очень впечатлилась просто очень впечатлилась а потом нашла вот за там за 65 долларов то есть это уже совсем это не 330 совсем другие деньги но вот и вот подишь ты пойми как бы из из вещей которые выставляются на продажу подишь ты пойми какая из них сколько стоит и что и что почему причем все они подписаны и все которые я нашла написано что это подписанные с маркировкой и написано что это литажные оживелья серебряные сделанные из серебра возможно но я не уверена и продают их за очень разные цены поэтому я тоже не знаю насколько драгоценную ценность я нашла но тем не менее возможно что действительно это очень дорогое очень старинное украшение и оно действительно очень красивое оно конечно не так блестит переливается и сверкает как предыдущее но при этом оно является довольно таким классическим нежным довольно тоже таким красивым сверкающим украшением возможно серебряным единственное что меня немножко вот это смутило история с этой цепочкой сначала я подумала вот молодцы вот все значит дорогая компания как все продумано а теперь я что-то вот сама когда стала ее расстегивать я усомнилась и не поняла в чем собственно прикол в чем собственно прикол зачем нужно было вот эти вот три звена дополнительных если они все равно никак ничем не могут понимаете ну вот так интересная конечно загадка загадка ну вот такое вот красивое старинное винтажное украшение довольно ценное я думаю тоже безусловно праздничное и нарядное и так друзья мои на фоне вот этого вот великолепия и блесток я завершаю свое видео всех поздравляю с наступающими праздниками наверное я не уверена что это мое последнее видео перед Новым Годом может быть еще будет одно посмотрим я честно говоря не знаю когда я выложу это как получится я просто снимаю а там посмотрим но безусловно я выложу перед Новым Годом на всякий случай всех поздравляю с праздниками с Новым Годом желаю всем в Новом Году самого-самого наилучшего всего-всего чтобы все свершилось чтобы наконец все успокоилось чтобы наступил мир чтобы мы наконец-то зажили прежней нашей жизнью прекрасной замечательной удивительной всех люблю целую всем привет из Канады из холодной зимней Канады пока-пока-бать пока-пока-бать Субтитры создавал DimaTorzok